Украинцы уже привыкают к тому, что скорая помощь, к сожалению, становится очень не скорой, а кое-где и вообще перестала приезжать. Задумайтесь об этом факте. Уже несколько лет экстренная медицина не получает финансирование из госбюджета. Судьба скорых зависит только от милости местных властей. Правда, в проекте бюджета на следующий год Кабмин предусмотрел деньги на экстренку, но и этих средств не хватит на потребности во всех областях. А теперь еще экстренной медицине пообещали реформу, проект которой вызвал десятки болезненных вопросов и у медиков, и у пациентов. Чего ждать, разбиралась Евгения Коваленко. Скорая будет работать по-новому. Экстренная медпомощь на пороге кардинальных изменений. Швидкая допомога – это не поликлиника, которая на колесах выезжает. Формально новые протоколы Минздрава для диспетчеров еще не действуют, но тем не менее они уже фильтруют вызовы. Скорая теперь не выезжает к пациентам с высокой температурой или скачками давления. С такими жалобами нужно вызывать неотложку, консультироваться с врачом по телефону или обращаться к семейному врачу. Я не знаю, допустим, как можно с ребенком маленьким, тем более при температуре большой, куда-то бежать. Ты не знаешь, что делать, у тебя шок, паника. Может быть разная ситуация и может быть каждая, скажем так, минута важна. Евгения вспоминает, летом на отдыхе вся семья подхватила какой-то вирус. У ребенка резко поднялась температура под 40. Вызвали скорую. Говорит, повезло, что врачи приехали быстро. Без укола, она бы так, неизвестно, когда бы эта температура спала и, ну, то есть, что было бы. Все хворобы, они прогрессуют в самый вечерний и ночный час. И у дитинки подвышилась температура тела. Пока мама дочекается в ранку, пока она прийдет к семейному лекарю, пока там постоит у черзи, и это может привести до незворотных наследов. Решение, отправлять к вам скорую или нет, принимает диспетчер. По новым правилам диспетчер обязан подробно расспросить пациента о симптомах. У нас про это автоматизована система, которая уже заложена, и те питания, которые должен задать диспетчер. И он носит криминальную административную ответственность. Бригада экстренной медпомощи должна выезжать только в экстренных случаях при угрозе жизни и в течение 8 минут. Если вы попали в ДТП, если вы травмировались в торговельном центре, если вы на будильнице, если что-то в городском городе, мы приедем и дадим помощь. Также в Минздраве планируют переформатировать бригады скорых. Вместо врачей и фельдшеров в них будут парамедики. Их задача стабилизировать состояние пациента и довести его до больницы. Для этого персонал должен пройти двухмесячные курсы, но переучиваться многие не хотят. Никто не хочет переформироваться ниже. Потому что парамедики не учатся столько, сколько мы в институте учимось. После переаттестации парамедикам обещают зарплаты около 14 тысяч. А вот водители скорой станут медицинскими техниками. Они должны будут не только водить машину, но и помогать бригаде. Вячеслав уже это делает. Помогаю выгрузить носилки, помочь загрузить больного на носилки. Но прибавки к зарплате за дополнительные обязанности водитель пока не получил. Изменения в работе скорой уже испытала на себе Татьяна Андреевна. У нее вывих тазобедренного сустава. Передвигается на костылях. Несколько раз в неделю ей нужны уколы и капельницы. Я вызывала только неотложку. Мне приезжали, давали уколы. Была тут неотложка. Ей тоже сняли. И все перевели на швидку. Раньше неотложка работала при районной поликлинике. Но теперь все бригады перешли в подчинение Центра экстренной медпомощи и медицины катастроф. И на такие вызовы больше не приезжают. При скачке давления к женщине тоже отказались ехать. А пока в столице активно перенаправляют к семейным врачам, в регионах и отправить не к кому. Докторов не хватает. К примеру, в Черновицкой области на некоторых участках на одного семейного врача 5000 пациентов. У нас в районе 26 тысяч населения. То есть у нас должно быть хотя бы 12-13 семейных лекарей. Их такой количества нет. Это райцентр Путила. Кабинет службы экстренной медицины находится в помещении райбольницы. Его арендует. Все фельдшеры и водители с многолетним опытом. Рабочий день Наталии Луканюк начинается с рассветом. Работы всегда много. Лекарства есть, а вот форму приходится покупать за свои деньги. До тысячи гривен. В бригаде только фельдшер и водитель. Этой машине больше 15 лет. Иногда к больным бригада не доезжает. Кроме навыков экстремального вождения, Анатолий также умеет оказывать первую медпомощь. Экстренная медпомощь приехала к Марии в тараку. Женщины ушиб ноги. Нужно вам заболеть и поехать в лекарь, чтобы сделать снимочек. Медэксперты говорят, в украинском обществе просто не понимают функции экстренной скорой помощи. У нас звукло в нашей стране, что швидкая медицинская допомога – это моментальный медицинский такси, который может приехать, вымирать температуру, сбить жар от детей. Хотя по всех медицинских протоколах всесвятных, такие функции они бы не могли выполнить в целом. Приблизить Украину к мировым стандартам хотят с помощью реформы. Но проблема в том, что пока в украинских реалиях скорая для многих людей единственная возможность получить хоть какую-то медпомощь. Евгения Коваленко, Ольга Паломарюк, Оксана Малошенкова, Вячеслав Фролов, Игорь Рико и Владимир Дедов. Подробности недели – телеканал Интер.